После того, как Владимир Резун попросил у английских властей политического убежища, советской военной разведкой были приняты неотложные меры по локализации возможных негативных последствий, связанных с его предательством. Те сотрудники военной разведки, которые в настоящее время находились за рубежом, и их знал Резун, их, естественно, сразу же отозвали из загранкомандировок. Таких порядка третий человек было. Те сотрудники, которых знал Резун, которые готовились к отъезду в командировки, их командировки также были отложены во избежание возможных провокаций со стороны иностранных спецслужб. 23 октября 1978 года в отношении Резуна Владимира Богдановича следственным отделом КГБ СССР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления и измена Родине, предусмотренного пунктом А статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия были проведены все неотложные следственные действия, производство которых возможно в отсутствии обвиняемых. Так по делу было проведено более ста допросов свидетелей. Ряд обысков, экспертиз, выемок, осмотров были произведены допросы всех, кто знал Резуна. Допрашивались его товарищи по учебе в Суворовском училище, по учебе в Киевском высшем общевойскому командном училище, по учебе в военно-дипломатической академии, а также сотрудники главного разведывателя правления Кельштадта. 22 июня 1979 года в связи с неустановлением места пребывания обвиняемого производство по данному уголовному делу было приостановлено. Приговоров два. Один приговор государственный, что гражданин Резун Владимир Богданович в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса, приговорен к смертной казни. Это раздел особо опасных государственных преступлений, статья 64 Измена родине. Там мой шаг идет. Я это понимаю, как должно, так и должно быть. А второй приговор – это внутриведомственный. То есть об этом, когда я поступал в академию, мне предупредили, что вот внутри нашей организации есть инстинкт самосохранения. Это не месть тебе будет. Это будет, это срабатывает инстинкт. Вот если мы тебя не достанем, если мы тебя простим, то это сигнал другим, что можно уходить.